Привет! Мы живем в совершенно удивительное время, когда даже если ты совершенно не умеешь рисовать, нейросети все могут сделать за тебя. Нужно только примерно нарисовать, что ты хочешь увидеть, ну и описать это словами. Видно, конечно, что искусственный интеллект очень старается, но иногда он выдает что-то странное. Я, конечно, понимаю, что это тигренок в траве, но вот это вот что, скажите, пожалуйста. Ника попыталась нарисовать глаз, но, похоже, нейросеть до этого насмотрелась абстракцией, поэтому исходный рисунок ничуть не хуже того, что из него получилось. А котиков вообще плохих не бывает. Даже если совершенно не умеешь рисовать, котики всегда получаются. Наверное, это их суперспособность, а суперспособность Фактории развлекать вас интересными видео. Слушайте, серьезно? Искусственный интеллект сумел понять, что это алмаз и что он лежит на зеленом листочке? По-моему, круто. Я бы без подсказки не догадался, и это подтверждает, что я точно живой человек. Вот только попробуйте сказать, что это не великолепные щенки-пираты. Реально ведь получились как живые. Даже если ты вообще совсем не умеешь рисовать и не можешь нарисовать даже черепаху, современные технологии тебе помогут. А если тебе хочется, чтобы твои шедевры тоже оказались в выпуске Фактории, то вперед рисовать, а потом отправлять свои работы в нашу группу. Все нужные ссылочки есть в описании под видео. Признавайтесь, а вы боитесь монстрика под кроватью. А если он дружелюбный? Ну, примерно как вот эти. Мне кажется, с такими симпатягами вполне можно делить комнату, ничего не опасаясь. Мне кажется, искусственный интеллект слишком буквально понял задание «внедорожник в лесу». Даже если он совсем внедорожник, это совершенно не повод ставить его прямо поперек дороги. Ну, что же, логотипы он рисовать тоже неплохо умеет. Вот только читать искусственный интеллект еще не научился и буквы не различает. Нужно немного подождать, просто ему пока мало годиков. Все-таки это какая-то магия. Рисуешь ему условную белочку, а он выдает тебе три классных варианта, один другого симпатичнее. Но почему нейросети рисуют такие аппетитные конфетки? Теперь хочется что-нибудь слопать, а ничего сладенького под рукой нет. Знаете так, обидненько. Задание для нейросети было нарисовать злого демона. И, в общем-то, она справилась с поставленной задачей. Только у меня вопрос, почему у демона на исходном рисунке вместо рогов очаровательные усики, как у пчелки? Простое задание нарисовать лошадок оказалось непосильным. Ну, точнее, две из трех получились классными, а вот третью не миновали какие-то подозрительные мутации. Эх, прекрасно понимаем Веронику. Сейчас бы море, пальмы, а не вот этот вот душный город. Ну что ж, не посмотреть своими глазами, так хоть нарисовать. Шикарная морская звезда получилась, причем во всех трех вариантах. Такое впечатление, что нейросеть только и делает, что морские звезды целыми днями разглядывает. А вот попытка нарисовать аквариум явно провалилась. Ну, точнее, аквариум получился отличным, только искусственный интеллект почему-то решил, что он обязан стоять исключительно под водой. Ну, логично же, где же еще стоять аквариуму, только на дне морском. Вообще-то, это цирк роботов. Такую тему еще придумать надо было постараться. Ну, зато любой из результатов можно смело использовать для обложки какой-нибудь книги, и никто даже не заметит подвоха. А так, по мнению нейросетей, выглядит пикник инопланетян. Судя по всему, пикники на далеких планетах не так уж и сильно отличаются от земных. Вот как будто американские горки сами по себе недостаточно страшные. Но этого оказалось мало, поэтому в здании попросили нарисовать американские горки с привидениями. Получилось реально жутко. Ну, какие тут могут быть вопросы? Попросили нарисовать кота? Вот вам кот. Правда, местами довольно абстрактный, но от этого не менее милый. А вот это мне нравится. Задание было нарисовать катер в море. Но на картинке он какой-то коротенький, поэтому искусственный интеллект выкрутился и нарисовал половинку катера. Урезанный вариант, так сказать. Похоже, нейросети все-таки оставят без работы художников. По крайней мере, очень на это похоже, когда видишь исходную картинку и результат, который выглядит как нормальная такая локация для какой-нибудь игры. Это шикарно, я считаю. Просто какая-то черная магия пятнадцатой ступени. Трудно поверить, что технологии реально могут превратить вот этот рисунок пухлого червячка в такую шикарную змею. Придумывать персонажей для аниме теперь явно возложат на искусственный интеллект. Ну а что, у него ведь шикарно получается, а главное быстро. Попросили нарисовать ангела из солнца. Ну что ж, вот что просили, то и получили. Точь-в-точь. Особенно мне понравился вот этот вариант, где солнышко с лицом. Порция ужастиков от Ивана. Хотя мне кажется, если действительно была цель кого-то напугать, то нужно было оставлять оригинальный рисунок. Итак, было задание нарисовать маленького милого фиолетового дракона. Ну что ж, по-моему, каждый пункт выполнен. Все эти дракончики маленькие, милые и определенно фиолетовые. Дима попросил нейросеть нарисовать телефон будущего. И вот тут что-то пошло не по плану. Судя по этим рисункам, нас ожидает нехилый откат в прошлое. Возвращение к трубочным аппаратам с каким-то нездоровым количеством кнопок. Попытка нарисовать озорной бутерброд обернулась феерическим успехом. Но вы только гляньте, разве он не симпатяга? Хотя мне кажется, озорной бутерброд должен быть с ножками, чтобы гоняться за ним по всей кухне. Ну что ж, бутылка воды как бутылка воды. Хотя раскрасил он ее, конечно, довольно странно. Все-таки в реальности мы привыкли видеть воду в бутылках голубых оттенков. С помощью Матвея искусственный интеллект создал очередную милоту. Ну смотрите сами, разве эти пингвинчики не прелесть? Мне кажется, каждый из них заслуживает стать персонажем какого-нибудь милого мультика. Глядя на эти рисунки, можно догадаться, что нейросеть пока не смотрела фильмы про Звездные войны. Иначе она бы сразу опознала в этом наброске магистра Йоду. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это он. Хотя, кто его знает? Да как? Как вообще искусственный интеллект умудрился превратить эту загогулину в дракона? Не в обиду автору, но мне не хватает фантазии увидеть в этом кривом плюсике дракончика. А нейросеть смогла? Да еще как! Если хотите попробовать свои силы в абстракции, то нейросеть умеет и в это. Хотя, конечно, нужно обладать безграничным полетом фантазии, чтобы уметь наслаждаться такими шедеврами. Анастасия создала немного милого нарисованного космоса, который хоть сейчас можно использовать для иллюстрации какой-нибудь детской книжки. Впрочем, для иллюстрации выпуска Фактории он тоже подходит. А если вы хотите увидеть здесь свои работы, то не забывайте пользоваться ссылками в описании под видео и пробовать свои силы в создании шедевров. А вот так нейросеть видит персонажа из Амангас. Вообще-то у нее получились довольно мрачные варианты. Хотя, может быть, с такими персонажами игра получилась бы даже интересней. Так, народ, у нас проблема. Кто-нибудь покажите нейросети, как выглядит человек. А то, судя по этим рисункам, она нас никогда не видела. Да, задание было нарисовать человека. Исходный рисунок тоже вполне узнаваем. И меня немного напрягает, что нейросеть знает, как правильно нарисовать дракона, но не знает, как выглядят люди. А вот логотип музыкальной ноты ИИ нарисует вам без проблем. Видимо, музыку любой интеллект любит, даже если он искусственный. Ну симпатичные ведь получились песели. И не важно, что уши у них местами напоминают локаторы. Все равно симпатичные. Так, что-то становится все неуютнее. Похоже, что домов, в которых живут люди, искусственный интеллект тоже ни разу не видел. Вроде образец вполне похож на дом, а вот то, что выдала нейросеть, выглядит как иллюстрация к ужастику. Юля попросила нейросеть нарисовать для нее камешек. Такое вот простое задание, но, как ни странно, оно оказалось не по зубам умным алгоритмом. Результат похож на все, что угодно, но точно не на камушек. Ну не знаю, что-то мне исходный цветочек нравится больше, чем результат. Ну серьезно, образец очень стильный и лаконичный. А то, что нарисовала нейросеть, выглядит как-то странно. Хотите озадачить искусственный интеллект? Попросите его нарисовать руки. Вообще, Евгений попросил нарисовать современный смартфон. Однако нейросеть уверена, что смартфон сам по себе не существует, только в руках. Во, опять. Значит, кроликов нейросеть рисовать умеет, а людей нет? Странно это. Яишенка с беконом тоже оказалась не по зубам электронным мозгам. Но это ладно, можно простить, что эта железяка понимает в идеальном завтраке. А вот это действительно классно. Машина-банан, полный о бананов. Почему-то такие абстрактные запросы получаются лучше всего. Попытка нарисовать гигантскую доставку пиццы получилась очень успешной. Особенно мне понравились пицца-монстры, дальние родственники Годзиллы. Так, ладно, миньонов искусственный интеллект тоже никогда раньше не встречал. Самое интересное, что образец вполне понятный, а вот результат пугающий. Глеб попробовал нарисовать мрачный городок. И результат вполне себе мрачный. Так что запросу соответствует. А так, по мнению нейросети, будет выглядеть Алиса, если она выпрыгнет из колонки от Яндекса. А ничего, симпатичная? Пусть выходит. Не понимаю, зачем автору другие варианты рисунков ядерного взрыва? Он и сам вполне похоже нарисовал. Да, согласен, на оригинал совершенно не похоже. Но про это быстро забываешь, когда смотришь на стакан холодной колы со льдом. Выбери следующее видео для просмотра и напиши комментарий, если ты живой человек. Спасибо!